Работа седьмого телеканала продолжает программа День на седьмом. В студии с вами Татьяна Милимко. Раньше все считали, что роботы не могут жить без человека. Сегодня же, мне кажется, все наоборот, что люди не могут без роботов. Оказывается, робота можно создать своими руками. Мы сегодня докажем это и покажем. Вот такой у меня пульт, это деталь от того механизма, который мы сегодня соберем вместе с нашими гостями. Виктор Егоров, научный руководитель мехатроникс-лаборатории Кучеренко Наталья и лагерная Светлана, сотрудники лаборатории. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно ли каждый человек может собрать себе маленького помощника? Определенно да. Главное, какие функции он будет ожидать, что робот будет выполнять. Но в целом это доступно всем и каждому. И мы в своей лаборатории ежедневно это доказываем. Расскажите о своей лаборатории. Сколько ей лет и с чего все начиналось? Лаборатория у нас большая. Лаборатория мехатроники и робототехники при Одесской национальной академии пищевых технологий. Мы научно-исследовательская лаборатория. Сейчас мы существуем уже три года как. Но существуем как лаборатория. А вообще направление автоматизации сложных технических систем у нас существует уже более 60 лет. Это к тому, что не на пустом месте мы появились. Лаборатория на сегодняшний день, и мы этим очень гордимся, является крупнейшей лабораторией в Украине робототехники. Особенно понимая то количество специализированных вузов, специализированных учреждений. Тем не менее, крупнейшей и наиболее успешной являемся мы. Мы всех и каждого всегда приглашаем к себе. Потому что одно дело рассказывать о лаборатории, а другое дело прийти и увидеть все своими глазами. Я уверен, я пользуюсь случаем, всех приглашаю в гости. Вам определенно будет интересно. Знаете, у меня есть стереотипы, не только, наверное, у меня, что люди, которые там что-то конструируют, сидят, крутят эти винтики, да, круглосуточно просто. Это такие люди в больших очках, это такая одежда у них, там брюки высокие, да, и заправлена туда рубашка, например, обязательно. Это, конечно, стереотип, я не хочу никого обидеть. Но он все равно существует, правда? Сегодня я вижу молодых, очаровательных ребят, которые занимаются робототехникой. Правильно? Да. Почему ты решила прийти в клуб и чем занимаешься? Вот действительно можешь такую машину собрать? Могу, и не только такую машину собираем. Мы с коллегой моим Габуевым Константином беспилотные летательные аппараты мультироторного типа квадрокоптер. Пришла я туда, так как я учусь на факультете автоматизации, и непосредственно Виктор Богданович нас позывал, предложил заняться этим и также написать дипломные свои работы на одну из тем, которые он предлагал. Мы выбрали именно беспилотные летательные аппараты и так и занялись этим. Я знаю, что вы создали не один беспилотный летательный аппарат, а несколько даже, да, и был фестиваль. Расскажите о нем. Мы создали один квадрокоптер, также был триокоптер, тоже мы его создавали с нуля, сами раму, то есть полностью все. И сейчас мы хотим перейти на беспилотные летательные аппараты самолетного типа, то есть тоже это одна из веток этого направления. На самом деле дело в том, что любой робот это прежде всего система автоматического управления, поэтому в хорошем смысле слова мы, конечно, не проектировщики. Мы не можем спроектировать, летать на аппарат с точки зрения всех вопросов аэродинамики так, как это сделают профессиональные авиационщики. Но мы знаем, как отнестись к этому сложному агрегату, к любому сложному агрегату, прежде всего, как к системе автоматического управления и как правильно ею управлять. Именно это нам помогает добиваться результата. И несмотря на то, что принимают участие и профильные направления, коллективы регулярно на соревнованиях, хакатонах всеукраинских, и НАСА в Киеве, и в Одессе, и спейсер-хакатон в Днепре, мы всегда занимаем какое-то одно из призовых мест. Или даже два. Или даже два, как бывало такое. Занимаем по своим направлениям, именно потому что мы знаем, как ими управлять. И находите партнеров, которые тоже заказывают вам определенные разработки. И я знаю, что у вас была интересная история сотрудничества с... Такой робот вы создали, да? Транспортировщик, который переносил определенное количество килограммов на определенное расстояние. Вы больше мне расскажете об этом. У нас очень много таких направлений. Дело в том, что лаборатория государственная, как я сказал в самом начале. И это сопряжено с некими сложностями в финансировании. Сложности эти всем известны. И чтобы это не звучало от меня, достаточно поинтересоваться, как государство финансирует нашу современную науку. Но тем не менее, все то, что нам удается, это как раз благодаря тому, что у нас есть партнеры, друзья, заказчики. К каждому из которых мы оказываем какую-то полезную ценность, полезную услугу и помогаем решить его задачу. Такие партнеры поддерживают нашу лабораторию. И только благодаря им мы развиваемся. Многие из них это компании мирового уровня. И мы являемся чуть ли не единственным официальным партнером целого ряда из них. Например, мы единственный тренинговый центр в Украине компании Комоцы, ведущий лидер, мировой лидер по производству промышленной пневматики. Мы являемся официальным тренинговым, единственным тренинговым центром компании Феста. Огромная немецкая компания, конгломерат бионической робототехники, гидравлики. И мы являемся их официальными партнерами. В Украине всего три лаборатории Microsoft есть интернета вещей. Одна из них на базе нашей лаборатории. А также многие-многие другие. И Schneider Electric, и Phoenix Contact, и ABB Robotics, и S-Engineering, Siemens, и многих, кого я даже сейчас не перечислю. Каждая из этих компаний, партнера, они помогают нам и программным обеспечением, и оборудованием, и всем остальным. За счет чего мы, собственно говоря, и имеем возможность наукой заниматься. Вы говорили о том, что собираете с нуля. Да. Как приходится работать? Помогает ли вам 3D-принтер? Тоже такие, да, новые разработки, которые могут сегодня даже печатать детали. Либо все-таки приходится заказывать где-то в интернете, не знаю, там из Китая, да? С Алиэкспресса. По-разному. То есть у нас, вот тем, чем я занимаюсь, квадрокоптер, у него есть много деталей, которые напечатаны на 3D-принтере. Сейчас мы раму хотим вырезать сами из карбона. То есть это будет какой-то фрезер, чипу, лазер. Ну, то есть вырезан где-то. Что-то будет, простите. Вырезана рама из карбона на какой-то установке, то есть это будет чипу-установка. Также заказываем из Китая тоже детали. Понятное дело, что какие-то регуляторы, моторы мы сами можем сделать, но это будет проблематично. И зачем, если за нас могут сделать это китайцы? Какая была у вас работа, да, что вы создали, чем можете гордиться и похвастаться сегодня? На самом деле таких проектов очень много. Но если даже озвучивать сами проекты, я могу озвучить их очень много. У нас большой уже опыт в этом направлении. Но вот прям гордимся. И то, что я хотел бы озвучить, это тот формат, который мы построили в лаборатории для работы с детьми. Дело в том, что мы прилагаем очень много усилий для того, чтобы заинтересовать молодежь самых разных возрастов, заинтересовать технической наукой как таковой и робототехникой в частности. Считаем, что это очень важно, как для нашего города, так и для страны в целом. И на базе нашей лаборатории очень много чего происходит в этом направлении. И если можно, я хотел бы попросить Светлану рассказать, она это направление у нас курирует. Конечно, расскажите об этом и сразу сориентируйте, пожалуйста, возрастные ограничения. Есть ли какие-то? Либо ребенок может даже пятилетний прийти и собрать. На самом деле, да, кружок начинался. Мы предполагали, что это будут в основном старшие школьники. Но так получилось, что заинтересовались этим направлением очень многие ребята. И сейчас наш кружок посещают ребята даже до школьники. То есть с шести лет. Ну и до старших школьников. Одиннадцатые классы, выпускники школ тоже к нам приходят. Мы, конечно, очень много уделяем внимания для того, чтобы вот проводить такую работу по популяризации технического образования. Ну, конечно же, если говорить такими сложными словами, ребята нас не поймут. А им надо вот показать, дать в руки, и чтобы вот они начали что-то делать. Именно этим мы и занимаемся на кружке. Вот, Татьяна, если вы хотите, вы можете даже сами немножечко почувствовать себя участником нашего кружка и попробовать собрать робота. Вы мне расскажите, это что? Это машина? Это робот какой-то, да? Да, это такой вот. Это детали лего или нет? Да, это детали лего. И все, если вы посмотрите внимательно, состоит из мельчайших частиц. То есть на самом деле ребята все это начинают собирать с нуля. То есть самых маленьких вот таких вот деталей. Вот здесь видно, что деталей действительно очень много, что это все было собрано в течение какого времени? Ну, на самом деле это собирали старшие ребята, и в общем-то два часа, которые они провели на кружке, они собрали такую конструкцию. Конструкцию эту в данном случае, конструкцию они собирали по заранее разработанной, предложенной им схеме. Но надо сказать, что ребята частенько приносят и свои проекты, и вот придумывают, собирают с нуля, но уже что-то вот такое вот совершенно свое. Помогите и мне тоже это сделать? Ну, вот как вы думаете, куда бы мы могли присоединить вот эти детали, конструкции? Вам нравится? Очень нравится. Это крылья какие-то или что-то? Давайте по аналогии. Кто о чем, да? Да, вот с этой стороны. Так. Получается? Не очень. Ну вот так вот, да. А, вот сюда, да? Смелей. В общем, это все довольно легко. Интересно. Да, особенно когда это все превращается в какую-то готовую конструкцию. Можно еще добавить вот такую деталь. Это спойлер какой-нибудь, да? Это сюда? Да, посмотрите вам. Это сюда? Нет, вот сюда. Вот другая сторона. Вот так вот приблизительно. У нас получается, как машина-скорпион. Да, чуть-чуть плотнее. Вот он здесь. Ну, кто-то называет это танком, кто-то боевой машиной, кто-то скорпионом. Да, кто-то ассоциирует с животными. В общем-то, ребятам всегда нравится конструировать. Но что хотелось бы подчеркнуть, что есть возможность не только сконструировать робота, но и научить его, то есть запрограммировать его. То есть мы даем еще основы программирования таких вот систем. Ну, для этого надо собрать еще определенные... У меня еще, смотрите, два крылышка остались. Куда бы вам хотелось? Вы правильно. Сюда, хотелось бы, да. Как-то так? Как нравится вам больше. Это декор или это все-таки функциональная какая-то есть нагрузка здесь? Есть боевая, опасные лезвия. Дальше мы учим, да, ребят, вот как же соединить блок, который отвечает за то, чтобы этот робот ожил, скажем так, да, с деталями конструкции. Вот мы можем вам тоже помочь. Мы сейчас его включим и попробуем поуправлять таким роботом. В процессе работы ребята учатся и собирать вот такие простейшие конструкции, а также с помощью уже специального программного обеспечения создавать программки и учить наших роботов, то есть выполнять то, что они хотят. То есть кто-то хочет, чтобы робот просто ехал по прямой на заданное расстояние, а кто-то хочет, чтобы он танцевал. Вы знаете, камеру присоединить, да, и этот робот может быть каким-нибудь исследователем маленьким в катакомбах. Есть, например, какие-то такие места, где можно, даже человек может не пролезть, правда, и вот такой робот может показать нам так. Вот видите, Татьяна, вы только начали, а у вас уже начались технические идеи, и это здорово. Знаете, да, с удовольствием помогут. Также работает наш кружок. Есть ребята такие, которые вот давно занимаются и уже достигли успехов. Они связали свою жизнь, например, с этой профессией, с этой специальностью, или уехали за границу даже, да. Конечно, хочется, чтобы все оставались в Украине, но тем не менее. Заказ сегодня и спрос на людей, которые разбираются в технике, мне кажется, велик. У нас таких кейсов пока нет, ввиду того, что лаборатории всего три года, поэтому прям выпускников, которые уже когда-то посещали наш кружок, а сейчас во взрослой жизни, таких нет. Ну, еще не успело пройти время. Но ребята, которые были у истоков нашего кружка, они сначала кружок наш был весьма хаотичен, и так занимались каждый раз чем-то разным. Сейчас это уже все структурное мероприятие, есть конкретные занятия, которые мы с ними проводим, их 16, и если ребенок прошел все 16 заданий, он справился с задачами своими, он получает сертификат члена клуба робототехники и может заниматься уже своими проектами. Такие ребята у нас есть. Это выпускники, которые уже, в общем, всю программу освоили, и они получают возможность заниматься каким-то своим проектом. Они уже начинают придумывать какие-то свои идеи и приходят к нам уже не как участники кружка, а уже как полноценные участники, резиденты лаборатории, пользуются той лабораторной базой, которая есть. Мы давно об этом говорим и позиционируем себя в таком контексте не только для детей, и приглашаем всех взрослых, и к нам приходит много взрослых, тех, у которых есть какая-то идея что-то реализовать, что-то сделать, но им некуда с этим прийти. Так сложилось, что в таком большом городе, в миллионном, как наш, если вам нужно реализовать какую-то сложную техническую задачу, куда пойти? Пойти на какой-то завод? Поверьте, им будет не до вас, и никто одну какую-то деталь специально для вас сделать не будет, им это невыгодно даже за деньги, им выгодно делать это многотысячными какими-то экземплярами и так далее. Есть какие-то отдельно взятые кулибины, но они сами по себе что-то могут частично, но не могут покрыть всю экспертизу. В общем, сложность есть. Мы выступаем такой первой открытой коворк-площадкой в Одессе и говорим о том, что мы приглашаем абсолютно всех, и школьников, и студентов, к слову сказать, порядка, возможно, 30%, я могу ошибаться в точной цифре, резидентов нашей лаборатории, они не имеют отношения к нашей лаборатории и к нашему вузу. Они не студенты и не преподаватели нашей академии. Они просто приходят к нам и реализуют у нас свои проекты. Для них это абсолютно бесплатно. Единственное условие нахождения в лаборатории для таких резидентов, это 20% вашего времени вы должны потратить на те проекты, как волонтер, социально значимые, которые для лаборатории важны. Это и кружок, это и, кстати, фестиваль, который я хотел бы анонсировать. 2 сентября будем проводить крупнейший на юге Украины фестиваль робототехники на Соборной площади. Всех приглашаем, приходите, будет интересно. Субботники и многое-многое другое. То есть они как волонтеры уже потом при лаборатории занимаются некими проектами. Отлично. Мы создали машину, которая работает в наших руках. Это так, на самом деле, чувствуешь себя очень весомо и чувствуешь себя командиром, создателем немножечко. Вот она ездит. Безусловно, это простое лего. И реализовать сложные какие-то задачи с детками для начала было бы сложно, но основы исполнительных механизмов, основы управления, основы обратной связи, как основы основ в системах автоматического управления, они это начинают изучать именно с лего. И те 16 занятий, которые есть, они первые, Светлана, по-моему, три занятия первые, да, если я не ошибаюсь, они посвящены как раз лего. Потом уже сложнее и сложнее, они начинают изучать уже базовую пневматику, пневматическую робототехнику, вместе с ребятами, с Натальей и Константином, основы проектирования и управления беспилотными летательными аппаратами и всем-всем другим. Вообще, если коротко, каждый четверг у нас этот кружок происходит, каждый четверг я к нему привыкаю заново, потому что степенный уклад жизни лаборатории, он просто летит в тартарары по четвергам, потому что приходит огромное количество детей, которые поднимают лабораторию на уши, и к этому сложно привыкнуть. Но мы этому очень рады, потому что это ребята, которые в хорошем смысле слова мы перетягиваем на темную сторону силы. И которых потом очень ждут дома, да, где-то около 12, а никак они уйти не могут. Спасибо огромное, что вы пришли к нам, спасибо, что рассказали, научили меня даже делать вот такого робота, первый робот в жизни, которого я создала и который даже поехал при помощи этого пульта. Спасибо огромное. Я напоминаю, у нас в гостях Виктор Егоров, научный руководитель в мехатроник робот-лаборатории и Кучеренко Наталья и лагерная Светлана, сотрудники лаборатории. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Всего доброго и оставайтесь седьмым каналом. Субтитры подогнал Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин